Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша, чтобы цифры бежали всегда. Это в Потеряевке я вел занятия, ну, разное по событиям. Ну, вот вечером сказал на Псалум 103. В храме я не мог говорить, еще не был рукоположным щитцом. Прошла неделя, и работы наши наплывали одна на другую. И так все привычно, обыденно. Кажется, что ничего особенного и не было в течение недели. Это идет само собой, и по-другому бы и быть не должно. Все зависит от того, какой у тебя будет настрой. Не случайно. Не случайно. И даны нам две заповеди. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Что, друзья, тормозил-то непонятно. Чтобы ты настроил свое сердце к Богу только на благодарность, когда будешь разуметь чудеса Божии. Как будешь относиться к чудесам Божьим, которые дополняют этот мир Божий. Для нас многие события, которые были в Израиле, непонятны. Да мы Израиль и не видели. Что река Иордан есть? Нам-то что? Мы вместе с Нейманом можем сказать, 4-й царств. Разве Аван и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. Простое дело считать. Грамотный парень, сколько ты делаешь ошибок, ужас просто. Ударения все переворачиваются, интонации нету. Понимаешь, нет? Вы будете ценить тогда, где-то что-то начитанное где-то есть. А почему? А безразличие. Кисель. Разницы нет. Сказал Фарфар, 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 Форфар тут можно назвать там. Что? Ну, глянул глазами, то раз, и все, язык повернулся. Так а что не так-то было? Да не так. Переворачиваешься назад. Только сказал опять, ты даже не замечаешь. Опять возвращаешься, другое слово переворачиваешь. Вот в чем дело-то. Это ошибка. Диктору за это зарплату снимут. Иорданом ценен тем, что через него прошел ковчег Господень, и сам Спаситель принимал в нем крещение. Кедры ливанские. И тут нет ничего необычного. Деревьев всегда везде хватало. Но из этого дерева строился храм Божий. Есть и не менее важные события в мире. Но это выделяется под салопевцем Давида. Он видит такие случаи и вводит их на первое место. У каждого дерева, у каждого животного он видит характерные черты. Явление природы он удивляется тому, что прославляет Бога и напоминает нам об этом. И мы, читая это, сами начинаем иногда цепляться за эти словословия. И уже наша рутинность, обычность нарушается. Облако вчера и не видел, а тут взглянул. Зайцы эти нас загрызли. Все яблони, как после пожара. В один год их обглодали. Но тут слушаешь, псалом 103. Высокий горный серном, каменные утесы, убежище зайца. Это при богослужении вечерним всегда считается 103-й псалом. Я говорю, надо обратить внимание, о чем говорится, и перенести экстраполяцию в событиях во времени на сегодняшнее время у нас как? Сколько зайцев скрывается в наших корявых старых садах. Они такие тропы натоптали, будто бы лошадей на водопой гоняют. Смотрим мы на солнце, на луну. Но, читая псалтирь, мы уже из своего сознания выхватываем то, что видел и Давид. Попутно же нетрудно вспомнить Третье Царство, когда при пророке Илей полило нещадно солнце и падали, изнемогая и погибая, люди и скот от жары. И в конце снова напоминает о величии Божьих дел, о гневе Божьем и о страхе, который наводит на нечестивых. Если бы Давид жил в нашей местности и с нами, а события так и развивались бы, как у нас, а не протекает, он мог бы псалтир написать и так написать, чтобы и в Африке, и в Америке, и в Австралии люди тысячи лет славили бы Бога по этой книге не царя, а тракториста или животновода, пастуха как Амоса, или рыбака как Петра. Что вот есть же такая потерявка, где такое необыкновенное солнце, и так все там благословенно, и что есть такие березы, и есть такие зайцы, и горячей достаточно у нас, и пьяний варьё еще не передохло в соседних деревнях. Особый псалом лагерного пруду, где столько раз были заключаемы договоры с Богом, где люди получали полное крещение по канонам. Полное крещение, точка, по канонам, ну ты их гонишь, просто не видишь знаки припинания, это обидно даже. Это вы привыкли смотреть на давнешние, царь, царь, пророк, но это все было таким обыденным, привычным. При них живущие тоже не видели ничего необычного, и били их, и убивали, и в тюрьму сажали. Потом начнут осознавать, что за наш лагерстан здесь. Придут годы и лагерь, и книги наши будут уже по-другому рассмотрены. А нельзя ли сегодня это увидеть, что все это уникально, крайне необходимо для людей, и это будут искать от моря до моря. Но не так, сначала нужно вызреть, сотлеть, Иоанн. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, павн в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так же пели птицы, в текле облака, так же он ходил и спотыкался. Все было точно так же и у них. Это сегодня мы привыкли произносить. Святой такой-то, моли Бога о нас. А тогда ему подзатыльники давали. Когда же прославили в церкви, теперь ему только радуйся на завтрак, радуйся на обед и на ужин радуйся. У этих людей были такие страсти, от которых еще сегодня голова кругом идет. Но Бог выделяет у них не это на первое место, а великую любовь и веру, а остальное как бы не бывшее второзаконие. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли бы подобное всему? Иов. Пусть бы я, как небывший, из чрева бы перенесен был во гроб. Захария. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, Так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Сирахов. Есть между ними такие, которые оставили под себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы небывшими, и дети их после них. Бог подчеркивает в них великую любовь к нему и веру в него. Давид никогда и нигде не пошатнулся сердцем, как Соломон, чтобы через какую-то жену пошел он служить иным богам. Этого мы даже вообразить себе не можем, но жены-то у него не все были такими сильно благоверными. Но, войдя к нему в дом, они порывались с прежними наклонностями к своим кумирам. И какое бы ни было у Давида головокружительное падение в нравственности, так что весь уголовный кодекс плакал о нем. Все трещало от его безумства, но он тут же осознавал и плакал пред Богом и просил прощения. В семье у него был самый настоящий кавардак и яролаж. Брат насилует сестру, другой брат убивает его. Сын входит к его женам и ищет убить самого главу семейства Давида. Трудно найти даже сегодня такую семейку, где бы скопилось столько страшных грехов и преступлений. Но после всего этого он снова славит Бога за великую милость его. Если бы псалмопевец жил в нашей местности, он бы обязательно подчеркнул красоту нашего дерева березы, что у нас елок нет. Но кто мог заметить ее нужность в чем-то и прославить спасителя, создателя этой елки? Сели на нее филин или сова. Но этого ему уже достаточно, как поэту и музыканту и композитору, чтобы песнь зазвенела в поднебесте. На них гнездятся птицы, ели, жилища аисту. Какая коралл березы, а сок какой пользительный. Давид бы непременно все это подметил, он даже у терновника колючки увидел. Псалмопевец как бы подхлестывает в конце недели нас. Ну, оглянитесь. Ну, посмотрите же вокруг себя, где вы живете. Да как же хорошо-то все здесь. Вот мы видим полугнилое дерево осину. Что в ней? Ну, если ее правильно обработать, полы из нее же не красить, чтобы они продувались. То около 100 лет эти полы пробудут без занос и не требуют ремонта. Как по бархату будешь ходить и не стирается. А мы этого и не знаем. Простая крапива. Когда все тут заглушает, а из нее чего только не делают. А если еще познать силу или лекарственную, тут можно песню сложить. И может как раз от тех болящих, от которых мы не спим по ночам, от наших ревматизмов. Давид же подмечал самое малое. Почему? Для нас уже есть таблица ценностей. Что это красиво. Этот жук нам неприятен. А для Бога это все его творение. Это все дело рук его. И все хорошо. И весьма хорошо. Мы своими узкоглазыми мерками меряем, и наши определения не точны. Вы должны смотреть на все очами Божьими. Господи, насколько же все это премудро у тебя. Наломали мы веток. Но ни одной почки на ветвине нет. Посадили, воткнули и уже пошли соки в почки. И зазеленела. Книга Иова. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски, и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Ухаживаете за коровью, пьете молоко. И надоедает все это изо дня в день. А сколько тут красоты. Сколько чуда. Километры жилочек в ней. И перерабатывает она все. В молоко превращая. Подумай хотя бы раз об этом, и уже слава Богу будет. Псалом 103 необходимо оживить в нашей местности, в евреям. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, боя до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Изучать нужно так Писание, чтобы оттуда на нас падало все. Падало. 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 Все описываемое. И мы как бы входили в те события и в новом свете переживали то же самое. 1 Коринфянам. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Похотливы. По коринфянам. Все это происходило с ними как образы, описанные в наставлениях нам достигших последних веков. Похотливы те люди, которые говорят, что Бога нет. Их безумство может быть на бытовом уровне и в нас. Когда Бога не видим и считаем, что само собой все течет рутинно изо дня в день. Псалом 13 сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, не делающего добро. Безбожники говорят, что от простейшего к сложному. И само по себе произошло из молекулы до гуся, до карася. Но не так учит Библия. Бог все творит разом и внезапно. Люди кичатся знаниями, что могут в тупик поставить верующих. Задавая вопрос. Кто же раньше произошел? Курица или яйцо? Мы совершенно точно знаем, что курица. Земля вдруг взбугрилась и закудахтала на сетка. А потом к вечеру яйцо снесла. Мы верующие и верим в акт творения, что все происходило так, как говорит Моисей. Как только мы пришли в церковь, так нас открывают, отрывают от наших мыслей и возносят к Богу через то, что видим ежечасно. Все наши неурядицы, что не успели сделать, что мешала нам непогода или поломанная техника, это за кадром. Теперь обновление ума, и душа начинает стряхивать эту пыль и мазутные тряпки с крыльев. Есть Бог, есть Его красота, и она спасает мир. Началась подготовка к завтрашнему воскресному дню, в божественной литургии. Разум направлен по одной ноте, по одной струне. Какими непостижимыми милостями Бог окружил меня. Слава Тебе, Иисусе Христе! Сердца наши расположены к познанию чудесствий, творимых Тобою с нами. Слава Тебе! 103-й Псалом наполняет сердце хвалою за прожитую неделю, за прожитую жизнь. Это возводит нас к словословию, сразу же поднимает на третью ступень. Первое прошение. Второе благодарение. И третье словословие. Мы с трудом отрываемся с первой ступеньки и уже касаемся внезапно третьей. Все еще на первой просим о погоде, чтобы успеть зерновые убрать. Этот Псалом для нас, уставших за неделю, есть лестница, ведущая нас в небо. Бог настраивает нас на волну благодарности. Через все пять органов чувств дается возможность соприкоснуться с Божьим чудом заботы о нас. Добрых 85% информации получаем глазами. Закрой их. И что остается от того, что окружает? Ладно, если раньше видел и есть что-то воображение. Остается на ощупь. Остается на ощупь? Остается на ощупь. А ты знаки вообще приняты и не видишь. Поем в свете тихий. Первая часть к глазам, а вторая к ушам. Но разве можно эти эпитеты из одной области переносить на другую? Свет может быть приятным, мягкий, рассеянный, голубой, но обязательно должна быть световая гамма. А тихий и громкий относятся к ушам. А вот Господи, как в авторе всех этих органов чувств, имеется связь. Может, плюс, что-то тут крест. Есть еще какие-то органы, но мы с ними мало соприкасаемся. Идешь, ни звука, ничего не видать, ни запаха, ни прикосновений, ни вкуса во рту. И вдруг человек тревожно начинает оглядываться и может свернуть с дороги, на которой его ждет опасность. Собирает грибы в лесу и вдруг нападает страх. Человек оглядывается по сторонам. Что это? Или когда-то тут была порубка большая, или убит кто-то. Наших органов чувств на это не привлечешь. Они не нужны. Все было в прошлом, и сейчас действует незримо на весь наш организм. Свет и тихий. Понятно, что Христос есть свет от Иоанна. Был свет истинный, который просвещает мир всякого человека, приходящего в мир. Но при том, первая она, и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем. И в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Можно сказать, что есть свет звенящий. А по Иисусу говорится, что он сладчайший. Будто бы языком пробовали. Язычком. Язычком попробовали. Разве можно так говорить о человеке? Иоанн говорит о себе так. Иоанн. Не говорили люди шатра моего, о если бы мы от мяса его не насытились. То есть его самого готовы были съесть, скушать. Так любили его все бедные, что готовы были его зацеловать, как бы съесть его. Постоянно они его сладеньким называли. И сжались к нему, гладили его и обоняли его в воспоминаниях. У нас не хватает лексикона, чтобы выразить нашу любовь к Богу сразу через все пять органов чувств. Есть свет режущий. Глаза. Яркий. Тревожный. Здесь же тихий. Умиротворяющий. Который привлекает. И самое малое зрение не делает слабее, потому что сильный свет может перенести к потере зрения. Сын же Божий принял плоть человеческую и уже не в виде божества явился, а как бы в приниженном состоянии, филиппийцем. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он не ослепляет и не оглушает. Бог это гроза, это землетрясение, это опрокидывание гор. Но себя Он показал в самом тихом веянии Третья Царства. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь Иов. Он встал, но я не распознал видя Его. Только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Можно видеть, как Илья Пророк при каждом катаклизме в природе вздрагивал и думал. Какой же великий Бог наш, как сейчас в громе над головой. Вот это наше Иегова. Да боятся его язычники. Как нежно иногда во сне Бог побуждает нас стать на молитву. Иногда бывает, кто-то робко подскажет что-то. Не пренебреги нищем и нигде, где обречают или наставляют тебя. Иоанн. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. В оригинале стоит, и ты слышишь дуновение ветра, и не поймешь, откуда он прилетел. Жужжание ветра ты слышишь, но исток его тебе неизвестен. Ни о каком духе тут речи нет. Ветер и есть дух. Евреям. Об ангела сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Исход. И просер Моисея руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь. И сделала море суши, и раступились воды. Ты дунул духом твоим, и покрыла их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Мария Магдалина. Близ моря в розах вилла, и кипариса врать. Ту виллу окружила покой и благодать. Уже взошли созвездия, сет в лунной вышине. Два римляна вместе пируют при луне. И говорит хозяин, он гостю очень рад. Судьбе я благодаю, что ты пришел, солдат. И пьет из белой чаши фалернское вино. Нет молодости нашей, она ушла давно. Не красит нас седины. И жить, как не пойму. Ты знал ли Магдалину, солдат, в ответ ему. Ту рыжую красотку, как утро молода. И с легкой походкой. А как была горда. Смеялась и плясала. Прекрасно не видал. Потом она пропала. Я год ее искал. В Иерусалиме. Я помню до сих пор. Пройти пыталась мимо, потупившись свой взор. Окликнул, отвернулась. И от меня ушла. В одну из узких улиц, где беднота жила. Я бросился за нею. Она ж, как бы маня, уходит все скорее, скорее от меня. И в захолустье дальм я вижу круг мужчин. Среди них с лицом печальным запомнился один. Глаза его сияют, смотрели в душу мне. Что говорил, не знаю. В глубокой тишине. И села Магдалина, свои уста раскрыв. К нему, как к господину, лихмил и обратив. С тех пор ее не видел я больше никогда. Быть может, чем обидел, но я любил тогда. Нет, не меня любила, а нищего она. Но в нем большая сила была затаяна. Так римский воин грустно рассказывал в тиши. И в речи безыскусной боль слышалась души. Да, все ушло куда-то. И в чем он виноват? И ничего солдату не отвечал Пилат. Василенко, 1977 год. И вот тема, эта тема, все время разбавляется священным писанием. Вот это сильно показывает, что мы не к себе зовем, а ко Христу. Глазами Божьими посмотреть на все, что окружает нас. Научиться мыслить категориями священного писания. Богу нашему слава во веки веков. Субтитры сделал DimaTorzok.